Здравствуйте! В эфире МТРК Новости. О событиях этого дня вам расскажут наши корреспонденты и я, Ксения Куценко. Смотрите в этом выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Теперь обо всем подробнее. Предотвратить пожары, готовиться к ремонту дорог и держать на контроле паводок. Такие поручения глава региона дал всем акимам районов. Ерик Султанов провел рабочее заседание, на котором побывала Кристина Горбаченко. На повестке дня актуальные вопросы. Несмотря на то, что в регионе идет паводковый сезон, в природоохранном ведомстве готовятся к пожароопасному. Он начнется уже 10 апреля. В прошлом году в Северном Казахстане леса горели 4 раза, причем в разных районах. Деревья пострадали почти на 9 гектарах. Всего в лесном фонде области их 549 тысяч. Лесные учреждения области привели в готовность 16 лесных пожарных станций, 16 пожарных автомашин, 76 тракторов с прицепными почвообрабатывающими орудиями, 30 пожарных темкостей. На базе автомашин УАЗ оборудовано 34 единицы малых пожарных комплексов. Основные причины пожаров – отсутствие опашки сельхозполей. Она должна препятствовать переходу огня к лесным массивам и бесконтрольное сжигание пожневных остатков. Все не опахивают поля? Или все же кто-то эту работу выполняет, тот не выполняет? Нет. Есть анализ или нет? Какие районы? Называйте вот таким районом здесь, я спрошу с них. С прошлого года не обработаны поля хозяйственных субъектов. Вот только по ТО «Богви» – это Жамбульский район, Макжан-Жумапаево, Казажатский, а также ТО «Трансавта». Ерик Султанов поручил Акимам активизировать работу по предупреждению пожаров и не допустить гибели зеленых массивов. Также глава региона рекомендовал своим подчиненным больше создавать в селах добровольных противопожарных формирований. Таких дружин сейчас насчитывается полтысячи. Я поручаю вам тоже недельный срок поставить задачи Акимов, чтобы создать необходимое, может быть, оснащение, дать и создать не только формально, но создать на деле добровольные пожарные дружины и отчитаться в течение месяца. Кроме этого, Акимы районов, вы все слышали по министеративным полосам, везде эту работу еще раз проверить. В этом году в нашей области планируется отремонтировать 360 километров дорожного покрытия. Это на 38% больше, чем в 2015-м. Увеличение показателей достигли благодаря применению новых технологий, таких как холодное ресайклирование и использование естественного щебня. В Таньшинском районе будет продолжена реконструкция автомобилей на дороге об основном значении 5068 Таньша-Чкалово протяженностью 12 километров на сумму 979 миллионов тенгер. С использованием и применением технологий холодного ресайклирования, с учетом интенсивности движения и всех нагрузок, стоимость одного километра реконструкции удышена почти в два раза. И составила 83 миллиона тенгер. Ерик Султанов отметил, применение инноваций также сокращает временные затраты на работу. Состояние наших дорог вызывает большую озабоченность у населения. Дороги в очень сложном состоянии. Если мы вот такими темпами сейчас по 360, по 400, по 500 километров начнем делать, то мы можем войти, скажем, в течение ближайших пяти лет 25-30% и не удовлетворить состояние дорог. А желательно бы 100% хорошего состояния дороги иметь. По всем намеченным работам уже проведены конкурсы и определены подрядчики. Глава региона рекомендовал дорожникам не терять времени и приступать к ремонту. Кроме того, задания получили и специалисты транспортного контроля. Министерство обычно принимает приказ об ограничении нагрузки на ось. Жесточайшим образом начинайте работать. Нельзя сейчас машины пускать. Даже щебнем машины идут на город, допустим, или для наших работ они должны ограниченный объем вести сейчас. Ерик Султанов рассказал и о паводковой ситуации в регионе. Поручил Акимам районов максимально мобилизировать силы и мониторить все села, а не только те, которые ежегодно находятся в зоне риска. Вчера у нас произошла чрезвычайная ситуация. Там, где никто не ожидал, затопило населенный пункт очень сильно. В Таньшинском районе, Донецкой, поэтому Аким до сих пор там. То есть никакие превентивные меры не были приняты, чтобы русло изменить и так далее, или обваловку сделать своевременно. Потому что 30 лет там никого наводнения не было. Сейчас такая угроза по многим населенным пунктам может возникнуть. Вода пошла же не с какого-то водоема, а вода пошла талая. Очень много еще снега. Сейчас смотрите, где что нужно сделать. Мобилизуйте всю технику сейчас. Каждую частную единицу сейчас поставьте на учет, и чтобы все они были в горячем состоянии, что называется. Чтобы в любой момент можно было бы завести и выехать. В Донецком сейчас работают спасатели подразделения гражданской защиты, органов внутренних дел. Ликвидация ЧАЭС продолжается. Кристина Горбаченко, Тимур Ахматуллин. Новости МТРК. По оперативной информации спасателей, большая вода в селе Донецкое Таиншинского района отступает. Из 55 потопленных дворов почти половина уже вне зоны риска. В четверг из данного населенного пункта эвакуировали больше 150 человек, в том числе 35 детей и одного инвалида. Сельчан разместили в двух школах. Они обеспечены трехразовым горячим питанием. Отогнали в безопасное место порядка 300 голов крупного рогатого скота. Работа по предотвращению ЧАЭС продолжается. Круглосуточно работает техника. Ведется углубление прорытого канала для отвода воды с затопленных сельских улиц. Всего в ликвидации ЧАЭС задействованы 23 единицы техники и 95 человек. Это спасатели, полицейские и представители местных исполнительных органов. В пятницу в село Донецкое направился глава региона Ерик Султанов и наша съемочная группа. Все подробности мы покажем в субботу вечером в еженедельной итоговой программе 7 плюс 7. Помогите нас топит только до обеда. С такой просьбой в оперативный штаб департамента ПЧС обратились несколько десятков горожан. Не смолкает телефон и в нашей редакции. С каждым днем растет число петропавловцев, пострадавших от талых вод. С теми, кто успел дождаться помощи, встретилась наша съемочная группа. Вода сверху пола, ниже пола. Вода в доме. Хорошо, ожидайте. Итак, каждые несколько минут телефоны в оперативном штабе ДЧС не смолкают. Только до обеда поступило больше 40 сигналов. У нас круглосуточно работает наш штаб. Каждый вызов у нас регистрируется. Каждый вызов, естественно, мы реагируем на него и направляем. Некоторые места приходится отправить по несколько раз. Придете заявки те, где пожилые люди, где семьи с маленькими детьми. Работает оперативный штаб круглые сутки. Все это время на селекторной связи находятся регионы страны и районы области. Бороться с талыми водами с североказахстанцам помогают 220 человек и порядка 50 единиц техники. Это микрорайон Береке, улица Московская. Вот уже три часа спасатели качают воду из двора Галины Сергеевой. Пенсионерка живет одна. Говорит, подтапливать огород начала еще неделю назад. Наравне с этим было полом. И здесь уже выступала вода. Сливают воду в проулок. Ведет он к котловану на улице Ленинградской. Горожане, живущие там, жалуются. Теперь начала топить их дома. И это далеко не единственная мокрая проблема в этом микрорайоне города. Вот третий день подряд уже горячая вода идет из-под теплотрассы. Звонили теплосети, говорят, это не наша вода. Пол уже подошла уже вода, все. Надо вывозить, а они с одного места на другое переливают. А в рабочем поселке возле дома 254 по улице Украинской возле бараков стоит пожарная машина. К счастью, тушить здесь нечего. Впрочем, вряд ли в этом доме может что-то загореться. За три дня стены сильно отсырели. Сколько будет сохнуть мебели ковры, неизвестно. Я второй день печку не топлю. Я спала сегодня, а я загружаю. Или печку топить, или воду отоплю, я не знаю. Три дня вода активно прибывает. Как говорят местные жители, обращались в разные инстанции. И сегодня помощь, наконец, пришла. Да, те бараки откачивают. Они откачивают к нам, мы откачиваем туда. А если вот там трубу пробить эту, то тогда да. Все, вода уйдет полностью отсюда. За трое суток в Петропавловске откачали больше 20 тысяч кубометров воды. Горожане обращались в службу спасения, городской Акимат и водоочистную организацию несколько сотен раз. Ирина Панфилова, Тимур Ахматуллин, Новости МТРК. Сегодня утром жители Солнечного не смогли вовремя добраться до работы и отвезти малышей в детские сады. Все потому, что автобус 27 маршрута изменил путь следования и не стал заезжать в поселок. Причина – плохие дороги, по которым водители боятся ездить. Наша съемочная группа тоже сегодня едва смогла добраться до Солнечного и узнала, насколько там сложная ситуация. Это объявление появилось в одной из маршруток номер 27 сегодня утром. В четверг в поселке Солнечном застряли несколько автобусов. После этого инцидента водители пассажирского транспорта неохотно едут по таким дорогам. 27 маршрут обслуживает ИП Кусаинов. В автопарке частника 12 автобусов. Видимо, заботясь о безопасности пассажиров, водителей, да и самого транспорта, руководство решило сократить маршрут и не заезжать в поселок, пока там плохая дорога. Хотя на этом участке 8 остановок. Дорога видите какая? Как тут проезжать можно? Там вот вообще то, не то на автобус. Комментировая ситуацию на камеру, руководитель ИП Бауржан Кусаинов почему-то отказался, но в личной беседе рассказал, прямых указаний водителям не заезжать в поселок он не давал, просто раздал объявление. Я смотрю, что лежит с 1 апреля, автобусы не будут заходить в поселок. Все, нас там высадили на конечки вот по Сосновой. Все, мы пошли пешком. То есть, невозможно обойти, ребенок набрал у меня резиновые сапоги. Насчет дорог, насчет Акимата, говорят, вы не одни такие. Я понимаю, что мы не одни, но извините меня. Мы точно так же, как и все другие, которые живут в центре. Так же, как и другие плоти, налоги. Почему автобусы не ходят? Ну, чем для автобуса? Ну, конечно, она плохая дорога, я понимаю. Но вот если бы они поехали дальше, вот если бы в промежутках ехали, там они вообще не проедут. Мы рискнули проехать по этой дороге. Это было похоже на экстремальные гонки. Ямы, грязь и глубокие лужи. Здесь сложно справиться с управлением. Хотя сотрудники гора Акимата утверждают, подсыпку дорог здесь делали несколько недель назад. В Акимат города Петропавловска поступило заявление от ИП Кусыинова, обслуживающего маршрут номер 27, касательно ремонта проезжей части. В настоящее время данный вопрос решается по поводу отцыпки. Маршрут номер 27 ранее заезжал, заезжает и он как бы осуществляет движение согласно утвержденной схеме. И действительно, после приезда нашей съемочной группы в пятницу к обеду автобусы стали заезжать в солнечный поселок. Но пока вопрос с отцыпкой дороги остается открытым, местные жители боятся, что могут быть снова отрезаны от внешнего мира. Алена Подласова, Владимир Боровков, Новость 7 ТРК. Впереди короткая реклама, оставайтесь с нами. Определив для компании путь в рамках выбранной главой государства политики, мы вот уже 10 лет занимаем прогрессирующую позицию на рынке недвижимости. Введено в эксплуатацию более 1 миллиона квадратных метров жилья. Создано более 2,5 тысяч рабочих мест. Несмотря на мировой кризис 2007 года и дестабилизацию экономики 2015-го, поддерживая программы правительства, наша компания сохраняет ценовой коридор от 120 до 225 тысяч тенге за квадратный метр, а также дает беспроцентную рассрочку на приобретение квартир. Являясь патриотами своего города и страны, компания охотно участвует в благотворительности жизни города. При нашем участии сделано. Реконструирован собор святых апостолов Петра и Павла. Восстановлен детский сад Айголёк. Построен храм Вознесения Господня. Ремонт больниц, помощь детским садам, оборудование школьного спортзала, оплата образования, поддержка спортсменов и творческой молодежи. Это только часть из достигнутого и лишь малое из того, что будет сделано. Казградстрой. Патриотизм в действии. Випросал. Жизнь в полный рост. Вы смотрите новости и мы продолжаем. Будущее за медиацией. Эту тему обсудили на совещании, которое прошло в областном Акимате. Здесь говорили о развитии Института примирительных процедур в Северном Казахстане и плюсах такого решения споров. Участие в диалоге принял и глава региона Ерик Султанов. А позже представители разных структур подписали меморандум о сотрудничестве. Александра Салмина рассказывает. В зале судьи адвокаты, представители общественных объединений, нотариальной палаты и партии Нуратан. Они собрались поговорить о плюсах и минусах медиации, о ее развитии в регионе. А затем подписать меморандум о сотрудничестве. Галина Пехотина – председатель Центра Содружества. Работает он уже три года. За это время профессиональные медиаторы, а их в объединении 25, разрешили больше 260 споров. Это показатель того, что жители региона все чаще прибегают к мирному разрешению конфликта. И не только потому, что такой способ позволяет уладить вопрос быстрее. На это потребуется всего 10 дней. В данном случае стороны сами разрешают спор, конфликт. Это ведет к тому, что меньше решений. Потому что если в решении, в судебной процедуре, одна сторона всегда будет недовольна, то здесь стороны принимают взаимовыгодное, обоюдное, выгодное для обеих сторон решение. И самое главное – исполняют добровольно. Выгода примирительных процедур, очевидно, говорят участники заседания. Сокращаются судебные и транспортные расходы. Истец получает назад свою государственную пошлину, которую уплатил при подаче иска. И вместе с тем эта пошлина не взыскивается с ответчиком. За последние три месяца 2016 года судами Северокалстанской области рассмотрено 189 гражданских дел с применением примирительных процедур. И в результате из государственного бюджета, из ЦАМ была возвращена государственная пошлина на сумму порядка 15 миллионов тенге. Меморандум подписывают представители восьми ведомств и объединений. Этот документ – еще один шаг в реализации второй институциональной реформы плана нации. Александра Салмина, Владимир Боровков, Новости МТРК. Арест за незаконную трудовую деятельность. В Петропавловске осудили шестерых граждан Узбекистана, которые нелегально работали на городских стройках. Для двоих из них въезд в нашу страну будет закрыт на пять лет. Подробнее в нашем следующем материале. Работали трудовые мигранты из Узбекистана на одной из петропавловских строек. В Казахстан они приехали по гостевой визе. На пересечении улиц Горького и Сутюшева были выявлены задержаны шесть граждан Республики Узбекистан, которые осуществляли незаконную трудовую деятельность на строительном объекте. Данные иностранцы были привлечены к административной ответственности по статье 517 административных годов Республики Казахстан. Нелегальные трудовые мигранты находились на территории нашей страны около двух месяцев. Младшему из них 20 лет, старшему 45. По решению административного суда были подвержены взысканию в виде ареста четверо иностранцев и двое иностранцев выдворены за пределы Республики Казахстан. В целом, с начала года на территории области к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства привлекли более 800 иностранцев. 56 из них выдворили из страны. За незаконное привлечение иностранной рабочей силы наказали 19 работодателей. Гульнара Кали при содействии пресс-службы Департамента внутренних дел Северо-Казахстанской области. К другим темам. 114 предприятий Северного Казахстана работают по международным стандартам. Чтобы таких компаний стало больше, в области проводят специальные семинары. На них рассказывают, как и какую систему менеджмента лучше всего внедрять. На встречи побывала наша съемочная группа. О ней много кто слышал, но мало у кого она есть. Сегодня в этом зале в очередной раз говорят о системе менеджмента качества. По поручению Нурсултана Назарбаева она должна быть на каждом предприятии. Это сотый шаг проекта пяти институциональных реформ. Наличие системы менеджмента качества на предприятии означает, что предприятие работает по международным требованиям, что на предприятии высшая цель – это ориентация на потребителя, что на предприятии есть входящий контроль, что на предприятии есть исходящий контроль, на предприятии есть претензионная работа, которая документируется и по результатам которой принимаются меры. На семинар пригласили представителей почти ста предприятий Северного Казахстана. В основном в зале работники перерабатывающей промышленности. Им в первую очередь необходима система менеджмента, говорят инициаторы встречи. О том, какое лучше всего внедрить, подробно рассказывает столичный эксперт Рымке Шисина. Она рекомендует два проекта – безопасность пищевых продуктов и экологически. На сегодняшний день разработка внедрения системы экологического менеджмента по кодексу экологическому обязательно является. И в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза, внедрение и разработка систем ХАСП на предприятиях по пищевой безопасности является обязательным требованием. При внедрении экологической системы менеджмента компания получает скидку при госзакупках. Ну а если на предприятии действует система пищевой безопасности, то она освобождается от проверок санврачей. Товарищество САЭМ Петропавловск три года назад внедрило международные стандарты качества, экологии и безопасности охраны труда. Компания занимается ремонтом энергетического оборудования на ТЭЦ-2. Я считаю, что это важная система. Это прежде всего потому, что качество – это то, что необходимо каждому предприятию, чтобы заинтересовать своего потребителя в первую очередь. Потому что потребитель – это самое главное, что должно быть в предприятии. Система менеджмента внедрена более чем на двух тысячах казахстанских предприятий. 114 из них работают в нашем регионе. Ирина Панфилова, Владимир Боровков, новости МТРК. 1 апреля никому не верь. Сегодня Всемирный день смеха. В это время принято разыгрывать друзей и знакомых или просто подшучивать над ними. Как относятся к этому празднику североказахстанцы, узнаете из нашего материала. 1 апреля Всемирный день смеха, или как его еще называют – день дурака. Именно в этот день принято разыгрывать друзей или просто подшучивать над прохожими. Друг, извини, не подскажешь, сколько времени? Без 20 часов. Спасибо. Так безобидно можно разыграть даже прохожих. Главное – от души посмеяться и разрядиться позитивом. Но помните, шутка не должна быть злой, чтобы не довести человека до сердечного приступа и не обидеть его. Когда я был в Астане, там началось с друзьями, и там просто мне намазали пастырь, и еще за это оказался в больнице. Девера свои обманула. Я говорю, я пришла к тебе в гости, я жду тебе в ворот. Он говорит, ой, пожалуйста, я сейчас выйду. Он выходит, меня нет. Я говорю, 1 апреля никого не уверен. Я вот сейчас зашла в магазин, мне сказали, одну шапку берешь, вторая в подарок. Ну, я сначала поверила, оказывается, разыграли. История праздника берет свое начало в 16 веке. 1 апреля 1539 года один фламандский дворянин разыграл своих слуг, дав им шуточные поручения. А вот в России первый массовый первоапрельский розыгрыш состоялся в Москве. В 1703 году глашатые ходили по улицам и приглашали всех прийти на неслыханное представление. От зрителей не было отбоя. А когда в назначенный час занавес распахнулся, собравшиеся увидели на подмостках полотнище с надписью «1 апрель никому не верь». Пожалуй, сегодня нет такого человека, над которым в жизни никто никогда не подшучивал. Особенно в день смехом. Помню, когда по студенчеству училась, надо мной подшутили, был зачет. И мне об этом якобы не сказали. Сказали, что все сдали, я одна не сдала. Я помню, сильно плакала, ревела. Вообще человек сентиментальный. Поэтому потом, конечно, смеялась. Я сегодня даже хочу разыграть своих одноклассников, родителей, ну и пошутить над ним. Сейчас вот я приду домой, обязательно пошучу. Ну праздник это что? Это хорошо, весна, небо голубое, жизнь нормальная. Североказахстанцы очень любят праздник смеха. Оскар Сарсикеев уже три года играет в КВН. Говорит, 1 апреля это почти профессиональный праздник. 1 апреля это день, в принципе, шуток юмора. В пятом классе это были такие шутки, мол, у тебя спина белая, то сейчас они уже более круче, смешнее. В этот день попасть на уловку шутников легко. Главное, не воспринимайте их всерьез и улыбайтесь вместе с ними. Кстати, в таких странах, как Новая Зеландия, Ирландия, Великобритания, Австралия и Южная Африка розыгрыши устраивают только до полудня. А тех, кто пошутил после этого времени, называют апрельскими дураками. Впрочем, будьте готовы к шуткам в течение всего месяца. Ведь не даром говорят, весь апрель никому не верь. Денис Севков, Тимур Ахматуллин, Новости МТРК. Теперь о спорте. Петропавловский футбольный клуб «Козылжар-СК» продолжает борьбу за Кубок Казахстана. Накануне состоялась жеребьевка 1-8 финала. Наши футболисты сыграют с командой из премьер-лиги Кустанайским Таболом. Матч пройдет на выезде 27 апреля. На предварительном этапе Кубка Петропавловцы обыграли Козылординский Байконур со счетом 3-0. А темиртауский шахтер Булат уступил нашей команде 2-1. Напомню, первенство Казахстана по футболу среди команд первой лиги стартует 10 апреля. «Козылжар-СК» на выезде встретится с Байконуром из Козылорды. А уже 16 апреля в Петропавловске на стадионе «Карасай» пройдет первый домашний матч с Актаусским Каспием. Два золота, столько же бронзы и серебро. Североказахстанские спортсмены вернулись с наградами с республиканского первенства по смешанным единоборствам «Жек-Пи-Жек». Соревнования проходили в Козылорде. С земляками встретилась моя коллега Гульнара Кали. В честь нашей области на детско-юношеском первенстве по смешанным единоборствам «Жек-Пи-Жек» защищали семь спортсменов, в их числе Алан Жиранов. Он вернулся с победой, выступал в весовой категории 25 килограммов. В финальном поединке встретился с козылординцем. Борол, и вот он на меня бежал, я его по борьбе завалил. А потом на болевой в конце. Северо-казахстанцы стали лучшими на соревнованиях в Козылорде. В общекомандном зачете заняли первое место. Привезли две золотые, одну серебряную и две бронзовые медали. В состязаниях участвовали более 200 борцов из разных уголков нашей страны. Южные области Республики Казахстан всегда были очень сильные. И там приоритет борьбе отдавался. Поэтому по борьбе с ними очень тяжело соперничать, бороться. Но у нас была лучше поставлена ударная техника. За счет ударной техники мы и победили. Теперь впереди у ребят упорные тренировки и подготовка к чемпионату по жек-пи-жек. Пройдет он в июне в Актау. В данном виде спорта допускается использование технических приемов из разных единоборств. Таких как борьба, кикбоксинг, самбо, карате, тэквондо. Разрешены удары руками, ногами, броски и захваты. Гульнара Кали, Казбек Арыкбаев, новости МТРК. Это были все новости на сегодня. Смотрите МТРК, будьте в курсе событий. До встречи в эфире. Спонсор прогноза погоды – фильтры для воды «Аквафор». О погоде на субботу – 2 апреля. Пасмурно, днем возможен дождь с переходом в снег. Ветер юго-западный, скорость не более 2 метров в секунду. Температура воздуха ночью – минус 2, минус 4, днем – 0, плюс 2 градуса. Вы покупаете бутилированную воду? Но за что именно вы платите? Питьевую воду производят на заводах, где сначала из нее удаляют песок, ил, механические загрязнения и растворенные вещества. Затем воду полностью очищают обратно асматической мембраной, а также минерализуют. Наконец, в воду, которой предстоит длительное хранение, добавляют консервант, разливают по бутылкам и отвозят в магазин. Такая вода чистая, но очень дорогая. Можно ли получить ее в 10 раз дешевле? Можно. Для этого вам просто надо разместить завод по очистке воды у вас на кухне. Теперь это возможно. Знакомьтесь, Акваформарион. Это настоящий мини-завод чистой, мягкой, питьевой воды премиум-класса прямо у вас дома. Акваформарион полностью повторяет заводскую технологию очистки воды. На первом и втором этапах вода очищается от всех механических примесей. На третьем обратноосматическая мембрана полностью удаляет все опасные загрязнения. Вода становится мягкой, и теперь вы никогда не увидите накипи в чайнике. На четвертом этапе вода дважды обогащается ионами магния. Акваформарион делает воду на уровне лучших марок бутилированной воды и даже превосходит их. По сравнению с обычными системами, Акваформарион занимает в три раза меньше места на кухне, очищает воду в три раза быстрее, Экономит до девяти тонн воды в год. Срок службы модулей в два раза больше, а расходы на обслуживание в два раза меньше по сравнению с обычными системами. У вас всегда будет чистая, свежая и полезная питьевая вода. Акваформарион. Питьевая вода премиум-класса у вас дома. Акваформарион.